В преддверии Дня Победы мы снова вспоминаем бойцов, которые выходили на свои поединки под песни военных лет и посвященные Великой Отечественной войне. Так в своё время неоднократно делал Николай Каушанский, видео о боях которого вы можете посмотреть на нашем канале. Так делал и Джефф Монсон на одном из турниров в Екатеринбурге. Ну а сегодня мы с вами посмотрим бой с турнира RCC 6, который прошёл в мае 2019 года. С углавным бою вечера в октагон вышел немецкий боец, один из лучших средневестов Европы и чемпион различных организаций Йонас Бильштайн. Он был большим мастером борьбы в партере, одержал 20 побед, и среди повеждённых им были и известные российские бойцы Алексей Буторин и Сергей Мартынов. Ему противостоял боец из краснодарского клуба «Кузня» Артём Фролов. Молодой проспект, только-только завершивший свои выступления на турнирах «Амман Челлендж» и находившийся тогда в статусе свободного агента. О своём выходе на бой под композицию «Прощание славянки» он потом рассказывал так. «Хотелось почтить память наших воинов, этот очень важный для нашей страны праздник. У меня воевал прадедушка. Для меня было приятно под эту песню выйти. Я и атрибуты специально подпирал, чтобы подчеркнуть этот праздник. Это всё в память о наших героях». Встречайте новинку от настоящего отечественного бренда «Великорос». Коллекцию премиальных кожаных аксессуаров, бумажники и кардхолдеры, надёжное место для хранения ваших денег и банковских карт, выполненное с огромной любовью к русским традициям. Красивые орнаменты, нанесённые методом горячего тиснения, будут радовать вас каждый день. А жизнеутверждающий лозунг заставит одобрительно улыбнуться каждого, кто разделяет философию и ценности настоящих великоросов. Также достойным атрибутом станет и удобная, практичная ключница. Ключи от вашего дома хранятся небережно и безопасно, не извиняя лишний раз и не повреждая других предметов в кармане или сумке. Ну и конечно же, ваш паспорт тоже должен быть одет с душой. Элегантная обложка с оттиском «Могучей медвежьей лапы» и надписью «Великорос» надёжно сохранит ваш главный документ. Все изделия выполнены из высококачественной буйволиной кожи «Краст» и «Крейзи», ведь издавна Рульс славилась искусственными кожаных дел мастерами. Пришло время возродить эти обычаи. Специально для подписчиков нашего канала по промокоду «М1» Великорос даёт скидку. Ссылка на магазин будет в описании и закреплённом комментарии. Обязательно переходите и заказывайте вещи от настоящего отечественного бренда. Итак, начинается поединок у нас. Я думаю, что Йонас не будет особо долго пытаться конкурировать с Артёмом в стойке. Я думаю, это будет попытка перевода. На... Хотя, может быть, я ошибаюсь. Восемь сантиметров... Нет, на семь сантиметров выше Йонас Берештайн. Поможет ли ему преимущество в рычагах? Преимущество в росте? Посмотрим. Нет, я ошибаюсь. Ну, судя по тому, что я вижу. Очень уверенно Йонас чувствует себя в стойке. Пропускает сейчас правый кросс. Да, шикарное попадание с правой руки от Артёма. Не достаёт хайкиком и тут же попытался на руках отработать Бельштайн. Да, достаточно опасный левый боковой у Бельштайн. Он уже доходил до цели. И постоянно на отходе пытается он встречать им. Вот опять этот левый боковой. Двойка на руках и акцент на лоу-кик был в предыдущем эпизоде у Бельштайна. Очень хорошо работает Бельштайн. В стойке опять пропускает очень тяжёлые попадания. И ещё добавляет Артём. Хорошее попадание по корпусу. Здесь мидл-кик, но были на месте руки у Артёма Фролова. Чуть поджимает Артём, но не жмётся клетки Бельштайн. Так по кругу, в принципе, двигается из стороны в сторону. Регулярно пробивает фронт-кик. И лоу-киками обмениваются парни. И пока не предпринимает попыток перевести ситуацию в партер у Бельштайн. Да, ни с одной стороны ни Артём, ни Йонас Бельштайн не пытаются перевести друг друга в партер. То есть идёт такой жёсткий размен в стойке. Левый боковой в корпус там в предыдущем эпизоде прошёл у Бельштайна. Попадает он сейчас справа. Очень неплохое попадание от Бельштайна. Левой ногой мидл-кик. Здесь, правда, не достал лоу-кикам. Хорошо попадает сейчас слева Фролов. Немножко дёрнул в голову Бельштайна. Держит дистанцию. Заметьте, постоянно этим фронт-киком Бельштайн держит дистанцию. Он чуть повыше, чем Артём. И пользуется длиной рычагов. И такой акцент вот на левый боковой этот. И лоу-кик по внешней стороне. У Артёма уже мы видим красное бедро. Ведут по времени. Фролова сейчас так зацепили друг друга боковыми. Очень жёсткие размены у ребят. И опять этот фронт-кик. Первым номером решил поработать. Да, уже чуть поджимает. Только хотел сказать, начинает поджимать Бельштайн. Вот перешёл в контрнаступление Фролов, но без ударов. Без ударов. Забыли про парты. Похоже, оба. Да, но достаточно равный размен в стойке. Очень сложно для судей оценивать такой раунд. Может быть, минута осталась, кто-то попытается... Спуртануть, попытаться забрать раунд. Да, чтобы сделать перевод и забрать раунд. Очень хороший фронт-кик с дальней ноги от Бельштайна. Постоянно он его использует. И раз за разом у него получается выдержать дистанцию. И левопрямой сейчас прошёл у Бельштайна, кстати говоря. Пошёл вперёд Фролов. Каждый удар, каждый выброшенный удар с обоих сторон. Вот, о чём я говорил. Да, попытка прохода от Бельштайна, но... Поверьте мне, Артёму очень сложно перевести. Как бы я это знаю типа на слышке. Очень близкий первый раунд. Каждый удар не остаётся безнаказанным. То есть, если кто-то выбрасывает, тут же соперник выбрасывает удар в ответ. Даже не знаю, кто был в этом раунде лучше. Так, колено в голову. Разрянка царапного боковым его Бельштайн. Мидл кейк от Бельштайна. Очень сложный первый раунд для судей. Очень близкий. Не знаю, кто был точнее. Учитывая, что раундов 10-10 быть не должно. Эмоционально. Потому что до окончания времени вскочил и Бельштайн. Артём вообще не присел. Очень заряженный. Да, конечно, это совсем другой Бельштайн, нежели тот, который приезжал драться с Александром. Тот Бельштайн делал ставку на борьбу. Первый раунд мы все прекрасно понем. И у него получалась его борьба. Это говорит о его универсальности. О-о-о-о! Все! Пожалуйста! Один удар и все! Прекрасный нокаут. Прекрасный нокаут в исполнении Фролова. Шикарная победа. Причем, вроде бы, не предвещала, да? Очень. Очень рад. Это отличная победа над очень сильным оппонентом. Я от всей души его поздравляю. И это очень нужная победа в карьерном плане для Артёма. И в психологическом плане тоже. Он закрывает поражения от Силвы. И наверняка, я думаю, сейчас на Бруну Силву уже очередь выстраивается потихонечку из российских бойцов. Наши поздравления Артёму Фролову. Очень яркая победа. Очень эффектная. Ну и стал, наконец-то, Йонас Бельштайн благодарить соперника. Йонас Бельштайн достоин всяческого уважения. Ну вот, не повезло в какой-то степени. Но пришел в себя. Пришел в себя. Улыбается уже. Продолжение следует... Давай, господа, на 17-й секунде второго рауна победу нокаутом совершал Артём Фролов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!